Музыка Перед Ростуризмом стоят задачи развития въездного и внутреннего туризма. Это, конечно же, стратегическая задача, причем подобного же рода задачи стоят и перед соответствующими министерствами и ведомствами других стран. В этом смысле мы не являемся чем-то уникальным, естественно, да. Почему? Потому что, вы знаете, во многих странах мира туризм играет совершенно особую роль в экономике. Очень многие страны мира, по сути дела, существуют и очень даже неплохо живут за счет именно въездного туризма. В мире происходит конкуренция за туризм, идет борьба за турпоток. В нашей стране, мы считаем, имеется очень много серьезных потенциальных возможностей для развития туризма, въездного и внутреннего. В настоящее время, как вы знаете, широко обсуждается, что для нашей экономики, для экономики России в условиях очень непростой мирового состояния экономики мира может быть точкой роста для нашей экономики. На мой взгляд, одной из таких точек роста как раз-то может и выступать туризм. Развитие внутреннего въездного туризма имеет колоссальную перспективу. Тем более, что наша страна сама по себе обладает невероятными возможностями природными, климатическими, культурными, историческими. В 2014 году мы ожидаем, что Крым посетит порядка трех миллионов отдыхающих. К сожалению, в связи с тем, что на Украине сложилась непростая сложная обстановка, можно сказать, что на востоке страны, по сути, идет гражданская война, и поток туристов с Украины значительно сократился. Мы предполагаем, что эти туристы в основном будут, конечно же, российскими туристами. Хотя мы, в данном случае я, хотел бы пригласить украинцев, всех жителей Украины, ну и не только Украины, и других стран приезжать в Крым. Им там рады, их там ждут. В последнее время возникает такое мнение, что в связи с присоединением Крыма возникла конкуренция между Краснодарским краем и Крымом. Вот наша позиция несколько другая. Мы считаем, что конкуренции, во-первых, нет, а во-вторых, возникла единая большая агломерация туристская или огромный такой туристский кластер. Мы считаем, что Крым, Краснодарский край и, наверное, Азовское море, они друг друга дополняют. И потом люди, приезжая отдыхать, ну, например, в Сочи, они, наверное, многие захотят отдохнуть и в Крым, или съездить в Крым, и наоборот, из Крыма захотят поехать в Сочи. Потом они друг друга действительно дополняют. Крым в течение многих лет, находясь в составе Украины, всё-таки был территорией, которая недостаточно финансировалась с точки зрения развития туристской инфраструктуры. А Сочи, конечно же, мы знаем, в связи с замечательно проведённой Олимпиадой, получил очень большие инвестиции. Поэтому тут дополнение существует из точки зрения, ну, может быть, разного уровня возможностей для отдыха. От самых каких-то таких взыскательных туристов там могут отдыхать до, в общем, тех людей, которые привыкли отдыхать, ну, как-то в палатках, да, приезжая на своих автомобилях, может быть, на мотоциклах или самостоятельно. То есть широчайший спектр предложения. И это очень ценно. Ещё хотелось бы о чём сказать, очень важном. О том, что всегда возникает вопрос, где отдыхают россияне. Россияне отдыхают во многом в России. Приведу в объяснение этого моего тезиса следующий очень простой пример. Лишь порядка 15% россиян имеют заграничный паспорт. Поэтому вот порядка 80-85% людей, они, естественно, не имея паспорт, просто не имеют возможности выезда за границу, поэтому, естественно, они отдыхают в стране. И мы считаем, что с присоединением Крыма возможности для отдыха у наших россиян увеличились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова